Всем привет, друзья! С вами Нильвгорн, это игра TerraTech, версия 0.7.6. Мы продолжаем играть после того провального, просто провального выступления моего. Это просто было, ну, печально, печально, ребят. И здесь с этим ничего не поделаешь, к сожалению. Как получилось, так получилось. И поэтому сегодня я буду вам даже не то что строить, а именно показывать вот это устройство, которое я уже сделал. Почему так? Почему не в целом выпуске я это делал? А потому что я как бы сделал это в выпуске, но понял, что оно получилось. Я что-то сидел, знаете, такой, му-му-му-му, типа я пересмотрел. Фу, нет, нет, фу-фу, гадость, лучше я пересниму. И именно так я поступил, и поэтому я уже показываю вам кое-какой результат. Что же это у нас за устройство? Я решил построить что-то на основе вот, ну, с таким вот, с такой пушкой, и получилось вот так вот. Это что-то типа танка или что-то типа как угодно, называйте. Но это оружие возмездия. Именно так я его назову, наверное, прям потому что на нем я, наверное, буду пытаться выбивать буры для того, чтобы... Эм, для того, чтобы... Эх, я сейчас понял, какую ошибку я здесь совершил. Да, черт. В общем, именно для этого... Господи, Павел, соберитесь! Это устройство для того, чтобы выбить лазерные буры, для того, чтобы вернуть радугу. Вот для этого я это устройство и создаю. Какую же ошибку я сейчас совершил, а я не поставил черные дыры, ребят. Я не поставил черные дыры, и это меня печалит. Тогда мы сейчас переделаем немножко всю систему, потому что в данный момент... Эм, вот так вот, вот так вот мы ставим, и вот здесь вот, в принципе, вот эти вот батареи я могу убрать. Да, вот так вот я их могу убрать. Но, опять же, я могу сюда поставить спокойно, конечно же, могу поставить спокойно же черную дыру, но, как видите, недоработки всегда присутствуют. Но есть небольшой, большой нюанс. Давайте вот здесь вот поставим. Смотрите, какой... Что здесь у меня... Вот здесь вот, да, на задней части, вот здесь вот, вот, вот. Видите, такая ступенька. То есть у меня вот эти пушки, они как бы немножко углублены, видите, вот так вот стоят гусеницы. Да, кстати, давайте про само устройство-то я расскажу, собственно. Здесь спереди пушка, буры, дробовики, пушка вперед, по бокам пушки. Здесь будут стоять у нас ракеты. Я довольно-таки приличное количество уже накрафтил их. Сидел тут за кадром, ну, собственно говоря, в предыдущей серии я этому посвятил довольно-таки приличное время. Вот так вот поставлю четыре ракеты, этого будет достаточно. Можно, в принципе, вот здесь вот еще ракеты поставить, только маленькие, да? Вот такие вот. Можно же? Можно, кстати. Блин, блин, ну неплохо получается, неплохо. Давайте немножечко, да? И все-таки нет, все-таки где-то здесь нужно расположить черную дыру. А лучше две с двух сторон, поэтому, чтобы вот это место не пропадало, давайте его заполним. Давайте его заполним вот этими батареями. Вот так вот, пынк-пынк-пынк-пынк. Отлично, отлично. Давайте прям вот все вот это пространство заполняем этими батареями. И хорошо. Так, теперь нам нужны две черные дыры. Они должны у меня быть. Да, есть, отлично. Отлично, отлично. И, в принципе, все. Сейчас нужно какой-то декор сделать, чтобы закрыть их. И, в принципе, они работают. Они с двух сторон у нас будут подбирать все блоки. Это хорошо. Так, это можно уже убрать. Остается, опять же, декор. Декор мы давайте, ну в каком варианте? Допустим, здесь где-нибудь сзади мы закроем, к примеру, вот так вот. Ну же, давай, ну вот так вот. А здесь мы закроем то же самое, вот так вот. И вот что делать с задней частью, я не знаю, ребят. Кстати, посмотрите, как у меня внутри здесь баки расположены, видите? Я хотел сначала вентурские, но вентурских у меня что-то совсем с ними все плохо. Поэтому вот здесь, кстати, можно еще вот так вот установить. Давайте закажем, может быть, закажем. А, кстати, а про вентурские баки я могу вообще их делать? Да я же могу вентурские. Ладно, раз такое дело я уже сделал, установил, то почему я не подумал. Вот оно. Так, ладно, давайте тогда такие баки создадим. Надеюсь, мне сейчас всего хватит и добавлять ничего не нужно будет. Так, отлично, отлично. Что вот здесь? Здесь напрашиваются на самом деле двигатели. Мы можем поставить, смотрите, вот так вот можем поставить. Да, и в принципе неплохо. Вот уже в принципе неплохо. По-моему, да, очень даже отлично. Так, первый бак уже готов. То есть мне нужно тут еще сколько получается? Три. Три еще дополнительных. Да, давайте я докрафчу и вернусь. Так, ребят, что в итоге получилось? Получилось вот так вот. Здесь поставили двигатели. Вот так вот я закрыл. И в принципе все. Тут одна часть не хватило. Ну, я прям честно сказал, так и подумал. А, ладно, пусть так сойдет. Что у нас снизу, ребят? Здесь снизу в два ряда уложены батареи хавки. И стоит, получается, раз, два, три, четыре двигателя. И здесь две еще, вот за этими плашками, два двигателя Вентуры. В общем, вот как-то так вот. Посмотрим, на что это устройство способно. Я, честно говоря, не представляю, что оно может нам показать. Но надеюсь, что-то сможет показать. Ну, скорость, да, скорости здесь будет прям ай да боже. Прям очень хорошо. Поехали прям на первое задание. Прям вот так вот, без остановочек, без остановочек. Так, кто у нас здесь появился? Бэм, ракеты пошли. Я не знаю, куда-то, куда-то ракеты ушли, в общем. Так, давай, 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 давай. Единственная проблема, я боюсь, что... Боюсь, что вот эти буры постоянно будут цепляться. Но мы это как раз-таки сейчас и проверим, да. То есть прям очень хорошо проверим. Бам. Так, чем я буду биться? Оу. Вот этим и буду биться, кстати. Ребят, видите, вот так вот. Бам. Это плохо. На самом деле, для такого устройства, которое, ну, на большой скорости, да, такое чуть-чуть, чуть-чуть неуклюже. Воу. Вот это плохо. Видите, что оторвалось? Это якорь. Вот эти два якоря, это единственная моя часть, которая, ну, за которой я цепляюсь. Как я промахнулся! Как я промахнулся! По-моему, я попал. Нет, ни одна ракета не прошла. Есть. Есть. Отлично. Все, что ли? Все, что ли? Серьезно? Откуда вылетят эти блоки? Окей. А, блок еще не открылся. Ладно, при том, задание Вентуровское, кстати, как раз-таки. Крылья Вентуровские. Посмотрите. Блоки. Еще колеса. Так, батарея. Огнемет, который очень, ребят, лагает. Когда его ставишь там несколько штук, огнемет очень лагает. И он, ну, прям лагучий получается. Названия этого устройства у меня нет. Сразу могу сказать. И, ну, я не знаю. Это прям... Это какое-то устройство все-таки мести, да? Поэтому не скажу, что я хочу давать ему название. Звучит карбита. Так, охота, охота, охота. Я бы не сказал, что я хочу ему давать название. Мне вот прям... Я честно скажу. Не знаю почему, но как-то хочется, чтобы оно было безназванным. То есть это такое, знаете, месть без имени. Вот типа такого. Или что-то типа такое. Вот идею хочется как-то реализовать. Но посмотрим. Пока что себя устройство ведет нормально. Именно в езде. Я сейчас оцениваю только езду. Сейчас мы должны с вами как раз-таки... Ну, вот давайте враги. Геокорпс. Как правило, очень мощные устройства бывают у Геокорпс. Вот я даже чувствую, что подлагивает. Я вижу, что там что-то такое мощное. Три больших устройства. Я прям вот... Батареи полные. Все, просто врываемся. Я прям вот буду вот так вот постоянно атаковать. Он, смотрите, меня бурит. Он меня бурит. Тоже, кстати, неплохо. Я не могу его атаковать, потому что... А, нет, все нормально. Сноси пушки. Огонь, 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 огонь. Не все пушки... Оу. Вы это сейчас видели, как попали? А, я знаю, почему он держится. Потому что у него очень много батарей. И есть даже, собственно говоря, регенерация. Давайте сейчас это все спилим. К чертовой бабушке. И будет он у нас... Будет умирать. Давай, есть. Все, спилили. Огонь, огонь, огонь. Дробовики, смотрите. Видите, работают как... Просто безумие. Просто безумие какое-то. О, может быть... Может быть это название? Может это название этого устройства? Безумие? Может быть. Может быть, кстати. Как раз таки и подходит. Очень даже неплохо. Так, ну в принципе все. Отличненько, отличненько. Оп. Заряжаемся. Шикарненько. И, кстати, там якорь. О, какой якорь. Там сундучок. Ну ладно, сначала соберем все это. А потом посмотрим, что в сундучке. С... Геокорпс как раз таки сундучков могут падать. Очень хорошие экспериментальные блоки. Именно за ними нужно в большей степени гоняться, когда вы хотите экспериментальные блоки достать. Это, ребят, учтите. Охотник. Они... Вот там где-то. Вот там где-то наверху. Они знают. Воу. А это откуда? А вот это вот откуда? Это же вообще блоки, по-моему, Хавки. Стоп. Вообще откуда здесь блоки Хавки? Наверное, я выполнил задание на атаку кого-то. Да. Скорее всего. И здесь, как видите, мне эксперименталь... Кольцо мне дали. Так. Ву-ву-ву-ву-ву-ву. Сразу поворачиваемся. Вот так вот. Бэм. Он еще не включился. Я его уже бурю. Ребятки. Все. Он... Все. Все, ребят. Он извергнут. В пучину. Это что за блок такой? А. А. Все, понял. Хавки. Отлично. Очень отлично. На самом деле ведет себя устройство очень хорошо. Единственное, да, конечно, первое. Самый важный, наверное, момент. Не забывать пополнять батареи. Потому что в предыдущем выпуске вы видели, что происходило. И все было очень-очень плохо. Ну, ладно. Ничего страшного. Так. Давайте все соберем и продолжим. К следующему заданию. Ну, чтобы типа начать. Посмотрите, что я встретил. Блин. Он страшен. Он реально страшен. У него очень много пушек. У него очень-очень много бластеров. Вот этих много. И с двух сторон. Он, видите, с двух сторон просто может атаковать. Довольно-таки интересное устройство. Но, опять же, без батареи. Ну, конечно же, тут такое. Но оно выживать будет просто очень долго. Посмотрите, там блоков просто какое-то нереальное количество. Но безумие, безумие грядет. Включение, можно сказать. Потому что ворвавшись в следующее задание уничтожить хулиганов. И начал записывать. У меня сломалась игра. Вылетела с крашем. Запись сломалась тоже. Потому что когда игра вылетает, у меня запись ломается. Да, я думаю, и у всех. И здесь я загрузился. Я уничтожил пару устройств. И вот осталось еще парочка. И, блин, ребят, здесь очень большие устройства. И посмотрите, какие они очень интересные. Блин, не лаг... Сейчас бы врезаться об какое-то непонятно что. Посмотрите, насколько они огромные. Посмотрите, насколько они огромные. И сколько у них пушек, ребят. Ну, офигеть. Вы что, издеваетесь такое количество пушек? Посмотрите на это устройство. Вот. Посмотрите. Оно офигенно здоровое. Оно очень интересно сделано. Видите, тут крылья стоят. Здесь колеса, пушки, кабина так расположена. Очень интересно. Я пытаюсь, пытаюсь изо всех сил в него врубиться. Но у меня не получается. Прям... У него так много блоков, похоже, внутри, что... Приходится прям, видите, эти блоки уничтожать. Так, у нас сколько... У нас две... Смотрите. Кабинка осталась. Есть! Есть! Я вообще двигаться не могу. Вот кое-как, кое-как. Вот это задание, ребят. Вот это было круто. И эти устройства я, кстати, первый раз в жизни вижу. Сейчас по-любому нужно заряжаться. Посмотрите, сколько блоков от него выпало. Это просто что-то, на самом деле. Там вообще просто... Просто какой-то нереальный след остается. На этом я буду заканчивать, ребят. Потому что... Безумие заканчивает на... Сейчас. На этом безумие заканчивает свою работу. И продолжу я уже следующей серии. Обязательно ставьте лайки. Предлагайте свои варианты устройства. Может быть, что-то я возьму, подчеркну от вас. Ну и, конечно же, надейтесь, надейтесь, что будет стрим. А стрим обязательно будет. Но когда, вы узнаете чуть позже. Всем всего, удачи и пока.